СОВЕТСКИЙ НАРОД Это был незабываемый год Великого Ленинского юбилея, завершающий год восьмой пятилетки, год самоотверженного труда и созидания новых побед и свершений. Повсюду на Советской земле, от Балтики до Тихого океана, от Северных морей до Карпатских гор уходящий год оставил добрый след. Вступили в строй сотни предприятий, проложены новые магистрали, поднялись новые города. Перевыполнены задания по выпуску промышленной продукции. Собран самый высокий урожай зерна и хлопка за всю историю нашей страны. Выдающийся успехов добились советская наука и техника. Первую колею на лунной поверхности проложил советский луноход-1. Замечательные достижения позволяю с гордостью сказать. 1970 год достойно венчает восьмую пятилетку. Созидательная деятельность народа ознаменовалась новой исторической победой. Пятилетний план по основным социально-экономическим показателям выполнен успешно. Взяты новые высоты в развитии экономики. Усилилось оборонное могущество страны. Повысились благосостояния и культура нашего народа. Получило дальнейшее развитие социалистической демократии. Упрочилось морально-политическое единство советского общества, братства народов СССР, их сплоченность вокруг ленинской коммунистической партии. Наша Родина сделала еще один большой шаг по пути к коммунизму. Как никогда прочны международные позиции Советского Союза. Высок его авторитет во всем мире. Верная ленинским принципам борьбы за мир и социализм, советская внешняя политика обеспечила благоприятные условия для мирного созидательного труда в нашей стране. Она направлена на упрочение и развитие мировой системы социализма, сплочение всех антиимпериалистических сил на защиту дела свободы, независимости и безопасности народов, дела мира и прогресса во всем мире. Все наши успехи есть результат вдохновенного труда советских людей. Единство воли и действий героического рабочего класса, колхозного крестьянства, народной интеллигенции, трудящихся всех республик нашей великой многонациональной Родины. Итог правильной политики Коммунистической партии Советского Союза. В радостные и торжественные минуты встречи Нового года мы обращаемся к вам, труженики заводовой фабри, шахт и строек, колхозов и совхозов, деятели науки и культуры. К вам, советские женщины, снискавшие глубокую признательность и уважение своим большим трудом, материнской заботой о подрастающем поколении. К вам, юноши и девушки, достойно продолжающие великие революционные традиции, трудовые подвиги отцов. К вам, доблестные воины вооруженных сил, охраняющие мирный труд советских людей за воевание социализма. Честь и слава вам, дорогие товарищи! Сердечная благодарность за ваш самоотверженный труд, за вашу верность в делу партии, в делу коммунизма. С чувством законной гордости за достигнутые полные оптимизма встречают народы нашей Родины 1971 год. Впереди новые рубежи коммунистического строительства. Крана Совета уступает в девятую пятилетку, идет навстречу 24-му съезду Коммунистической партии Советского Союза.